Здравствуйте, в эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Торги на рынке акций закрылись ростом. Девальвация рубля подрывает доверие к банкам. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. IT и телекоммуникации – самые затратные статьи банковского бизнеса. Банкир.ру проводит онлайн-конференцию, посвященную банковским стратегиям. А теперь подробнее об этих и других темах. В пятницу торги на российском рынке акций закрылись в зеленой зоне. Индекс МВБ вырос до уровня 1538,93 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1058,80 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах Банкир.ру, 123кредит.ру, асрос.ру. Вы хотите начать легко зарабатывать на Форекс, не имея опыта и специальных знаний о торговле? Без опыта, без специального образования, без временных и значительных материальных трат вы можете начать становиться богаче уже сейчас. Вы желаете, чтобы ваши деньги не лежали мертвым грузом, а работали и приносили регулярный доход? Вы мечтаете о более крупных доходах, но не желаете тратить на это свои силы и время? Вы намерены обеспечить своим сбережением надежную защиту? Тогда ПАМ-индексы от Форекс Тренд – это то, что вам необходимо. ПАМ-индексы – это уникальный финансовый инструмент, который впервые в мире разработала и внедрила компания в Форекс Тренд. Единая котируемая единица. Готовый инвестиционный портфель, укомплектованный специалистами Форекс Тренд, лучшими ПАМ-счетами управляющих компаний. Высокая степень надежности инвестиций как результат оптимального соотношения риск-доходность. Механизм существенной минимизации инвесторских рисков, дающий возможность получения ежемесячного стабильного дохода от 5 до 15% и выше. Возможность инвестирования при наличии лишь 200 долларов, что было бы невозможно при вложении средств в каждый отдельный ПАМ-счет, входящий в индекс. Например, ПАМ-счета с высоким входным порогом таких успешных управляющих, как Вероника Тарасова, Павел Сванцев и другие. Форекс Тренд первый среди брокеров объединил ПАМ-счета отдельных управляющих в единые портфели и индексы. За свой революционный продукт компания в 2012 и 2013 годах была удостоена звания лучший брокер мира для инвесторов Форекс. Безусловно, любая удачная новинка порождает массу копий и подобий. Однако важно за внешней схожестью рассмотреть кардинальные внутренние отличия, которые могут привести не только к моральному огорчению инвесторов, но и к финансовым потерям. До сих пор мировым лидером в направлении ПАМ-индексов является компания Форекс Тренд, предлагающая в данный момент уже 16 успешно работающих индексов. Премиум консервативный, Премиум сбалансированный, Премиум агрессивный, Миллион, Бриллиант, Призовой, 2010 и другие. И это неудивительно, ведь для создания надежного индекса нужны успешные управляющие. Сегодня с компанией работают до 70% инвесторов и 90% лучших управляющих Рунета. Для того, чтобы начать вкладывать деньги в индексы ПАМ-счетов, вам необходимо пройти регистрацию на сайте брокера Форекс Тренд и получить доступ в личный кабинет. Далее из кабинета нужно открыть новый счет по типу ПАМ-индекс, пополнить его и приступать к операциям с индексами ПАМ-счетов. Еще раз по порядку. Регистрируйтесь в компании Форекс Тренд, открываете счет ПАМ-индекс, пополняете его, скачиваете терминал МТ4, выбираете оптимальный для себя индекс. Далее остается самое приятное – стабильно получать высокую прибыль при минимальных рисках. Гоша Куценко, заслуженный артист России, шоумен, сценарист, певец и просто яркая талантливая личность, доволен своим продолжительным инвестированием в ПАМ-индексы Форекс Тренд, о чем неоднократно говорил и говорит в своих интервью. Он доверил свои средства профессионалам и ни разу об этом не пожалел. Василий Ломаченко, дважды олимпийский чемпион по боксу, вложил свои средства в ПАМ-индексы Форекс Тренд и посоветовал сделать то же самое своим друзьям. Результат инвестирования оправдал самые лучшие ожидания. Александр Усик, олимпийский чемпион по боксу, не раз делился с публикой своим позитивным опытом инвестирования в ПАМ-индексы компании Форекс Тренд. Если в двух словах, то хлопот мало, а прибыли много, чем, собственно, боксер и несказанно доволен. Выберите свой ПАМ-индекс и начните становиться богаче уже сейчас. Вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Ассоциаций региональных банков России Александр Муручев стал гостем программы «Большая страна» общественного телевидения России. Беседа с Александром Муручевым в эфире Банкир ТВ. Из года в год Российский Союз промышленников и предпринимателей обозначает главные проблемы для отечественного бизнеса. Что интересно, они со временем и не меняются. Процентное соотношение между ними может быть, но и только. Проблемы-то остаются. Так что же получается? Никто не слышит наше бизнес-сообщество? Почему? В чем причина? Государство не готово пока менять правила игры? Вопросов много. На некоторые из них я надеюсь сегодня получить ответы у нашего гостя. В студии «Большой страны» Александр Муручев, исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Александр Васильевич, но я предлагаю начать разговор с санкцией, потому что они напрямую касаются нашего российского бизнеса. На ваш взгляд, давно наша страна не сталкивалась с таким давлением со стороны Запада, политическим и экономическим. И как вы считаете, события на Украине – это надуманная причина, просто повод? Ну, без сомнения, что с подобными проявлениями, санкционными, страна не сталкивалась еще с советских времен. Это первые, так сказать, такие жесткие действия по отношению уже к новой России. Нет худа без добра. Я сказал, санкции – это плохо, но при всем при этом санкции – это шанс. Шанс обратить внимание на узкие места, болезненные, так сказать, отрасли, которые нуждаются в мобилизации собственного ресурса для производства того, чего нам не хватает. Ну, вот финансы – это более такая тревожащая проблема, наше население. Что с банками? Все боятся, что с ними будет? С банками ничего не будет. Банковский сектор, он в сравнении с экономикой более устойчиво, и все это положение занимает. Проблема-то не с банками, проблема, конечно же, в неком девальвировании самого курса. Естественно, это отражается ослабление рубля по отношению к европейской валюте, к доллару. С начала года практически где-то на 23% наш рубль ослаб. Я хотел бы вспомнить 2008 год. Там эта позиция достигала 50% ослабления рубля. Там более тревожная ситуация была. Но тогда спасали золото-валютные резервы. Где-то порядка 170 миллиардов долларов США выбросили на валютный рынок. И эта девальвация проходила достаточно постепенно. Тем не менее, она достигла 50% уровня. Сегодня дискуссия. Надо ли центральному банку жестко регулировать этот курс, а значит вовлекать золото-валютный резерв в устойчивость курса, самого рестабильность этого курса. Я лично считаю, что этого делать сейчас нельзя. Нужно сохранить золото-валютный резерв. Он у нас достаточно крепкий при этом. У нас порядка 450 миллиардов долларов США. За эти резервы там и доллар, там и евро, там и фунты, там и золото собственно. Ценные бумаги, ликвидные. Поэтому с 2015 года центральный банк объявил курс на свободное плавание самого рубля. Когда ситуация с нефтью восстановится, у нас курс напрямую зависит от стоимости на нефть. Сейчас достигает 86 долларов за баррель. Идут колебания. Для нас опасная черта меньше 80 долларов, потому что тогда нам придется распечатывать резервный фонд. У нас для этого есть резервный фонд, который составляет порядка 100 миллиардов долларов США. И ситуация будет стабилизироваться. Почему нефть дешевая? Нефть дешевая по причине действительно рецессии. Очевидно рецессии. Не только в России. Мы в предрессионный период находимся. Это мировая тенденция. Она прежде всего европейская тенденция. И Россия здесь не исключение. У нас небольшие темпы роста. Вал внутреннего продукта где-то 0,5-0,7 процентов по итогу года. В Европе может быть и меньше даже. В Европе может быть и меньше. При этом китайская экономика тоже снижает темп роста. Поэтому проблема банков существует с точки зрения глобальных цифр и понимания. Курс такой есть. Но при этом я рекомендую не делать поспешных и лишних движений. Держать валюту в разных корзинах и в долларах. Кто-то, если имеет побольше денег и в евро, но и в рублях. Потому что мы живем здесь в рублевой зоне. Если вы получаете в рублях, то нужно держать в рублях. Все зависит от глобальных рынков. Все зависит от цены на нефть. Все зависит от событий в Украине. И в целом геополитической ситуации, которая складывается сейчас на глобальном рынке. Хорошо, отложим прогнозы. Есть у нас рейтинги по поводу банка, кстати. Международное рейтинговое агентство МУДИС понизило рейтинги крупнейших государственных финансовых институтов России. Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и так далее. Нам что, не обращать внимания на подобные рейтинги? Это просто нагнетение обстановки? Не обращать мы не можем на эти рейтинги. К сожалению, мы очень сильно завязаны на рейтинговании страны международных рейтинговых агентств. Большой так называемой четверки. А в данном случае, я могу сказать, в условиях санкций, в условиях обострения отношений с Соединенными Штатами, которые имеют сильное влияние на поведение рейтинговых агентств, элемент политики без всякого сомнения присутствует. Поэтому и российские соцпромышленные предприниматели сейчас больше озабочены строительством национальных рейтинговых агентств. У нас есть проект, в том числе, строительство подобного глобального рейтингового агентства вместе, предположим, с Китайской Народной Республикой. Поэтому мы должны в меньшей степени зависеть от этих международных агентств и вырабатывать свои предложения для строительства собственных профессиональных агентств. Но для этого понадобится время. Я хотел бы сказать, что, несмотря и вопреки, наверное, общему, так сказать, такому рейтинговому настроению, у нас темпы роста кредитования продолжаются. Пускай они не такие высокие, как были по прошлым годам, они немножечко снижаются. Но, тем не менее, рост есть. Но и невозвратов становится больше. Но, к сожалению, при этом, когда, конечно, объемы-то большие, у нас невозвраты достаточно тоже большие за последний тринадцатый год, и в особенности за первую половину четырнадцатого года, это порядка двухсот пятидесяти миллиардов рублей. Это уже пролонгированная такая задолженность, которая может быть дефолтной задолженностью. Но пока здесь высоких рисков нет, эта ситуация управляемая. И часть из этих невозвращенных кредитов будет возвращена, ну а часть будет списываться. Но при всем при этом, еще раз говорю, что это не особенность российской финансовой системы. Это в Америке тоже самое происходит, в Европе тоже самое происходит. Это надо понимать, потому что в условиях рецессии, фактически, стагнирования, как минимум, производства, падение роста темпов доходов населения, ограничение, так сказать, выпуска продукции и на промышленных предприятиях, все это, конечно, ведет к тому, что оплата труда становится поменьше, возможности становятся поменьше, берут очередные кредиты для рефинансирования старых, ранее выданных кредитов. Вот здесь вот эти пропорции, к сожалению, они увеличиваются. Но это рабство получается. Они увеличиваются. Добровольные. Рабство, да, но при этом есть возможность еще заимствовать, и банки идут на это. Может быть, под более высокие проценты, но все равно ты их получишь. Давайте поговорим о проблемах нашего бизнеса. От съезда к съезду. РСПП обозначает, скажем так, болевые точки ведения бизнеса в нашей стране. Вот в число наиболее уязвимых мест входят недостаток квалифицированных кадров, высокие административные барьеры, избыточно высокие налоги, коррупция в органах власти, низкое качество государственного правления. Я ничего не забыла? Ну, сейчас добавилась, конечно, проблема, которая в большей степени нас волнует. Налоги, в частности. Налоги. Нас не устраивает. Мы вроде в мире договорены с правительством, но не увеличивать налоги. Ну, хотя бы до 2018 года. Мы совместно с правительством договорились, что налоги не будут подниматься, и это будет управляться из единого центра при принятии основных направлений налоговой политики. Но, к сожалению, этот документ был принят за последнее время. Со всех ведомств тут проявились какие-то инициативы. И на дивиденды повысили, так сказать, и на вводные. С учетом внедрения вводного кодекса тоже повышение пошло ставок. Ну, и по другим направлениям. Сейчас на имущество, естественно, пойдет. И тут инициативы, помните, были, отбили мы на налог с продаж, там, повышение НДС, подоходного налога. Ну, слушайте, ну, этого нельзя ни в коем случае делать, ну, ради даже того, чтобы правительство заботилось о собственном, так сказать, функционировании. Мы все понимаем, что нужно выполнять бюджет, и проблемы есть с бюджетным обеспечением социальных программ, прежде всего. Ну, можно в текущем году что-то набрать, но ведь в длительную перспективу налогоблагаемая база, с учетом повышения налога, жизнь показывает, она будет уменьшаться, она будет сужаться, потому что будет уходить от налогов. У нас народ на выдумке очень мудер и хитер, да, не обязательно будет искать эти лазейки. Ну, как говорят, боль на выдумке хитра. Да, нельзя здесь пережимать ни в коем случае. Но нужно выработать общую систему, системные подходы к поддержке всех компаний, корпораций, которые инвестиционно направлены. То есть пока даже подходы нет. Инвестиционно направлены, чтобы они все имели эти возможности, если они закупают новое оборудование, если они, так сказать, внедряют новую какую-то продукцию, закупают технологии какие-то или сами создают эти технологии, но введите инвестиционную льготу для этих предприятий, чтобы, как сказать, они могли быть, ну, хотя бы немножко промотивированы. Кстати, при всем при том, Всемирный экономический форум последний замер сделал по России. Мы с 67-го места перенеслись на 53-е место по рейтингованию по всем позициям. И хорошо при этом, отмечают позиции, выросли у нас, это, значит, рынок труда. У нас действительно безработица очень низкая, 5,5 процентов. Это оценка Международной организации труда, у нас самые лучшие показатели в Европе. И вторая позиция, это подготовка кадров и образования. В этом направлении много ЕРСПП делает, вы знаете, что и создан Совет по развитию квалификации. Сейчас мы создаем стандарты, так сказать, профессиональные стандарты для оценки эксклюзационных требований. Рынок будет эти стандарты утверждать через Минтруд. Эти стандарты должны прийти в образовательные учреждения с тем, чтобы профессиональные стандарты в большей степени начинали соответствовать образовательным стандартам. Потому что у нас пока разночтение образования идет по своим программам, а работодатель предъявляет свои другие профессиональные требования. Работодатель потом вынужден переучивать. Да, а потом вынужден переучивать. Вот мы хотим, чтобы эти переучки придется, но тем не менее, чтобы сроки хотя бы переучки снизились. Я хочу попросить вас вернуться к налогам. Тут вот еще какая штука добавилась. Уголовные дела по налоговым преступлениям смогут теперь инициировать не только налоговые органы, но и следователи. Закон подписал президент Владимир Путин. Чем это грозит бизнесу? Мы еще и сходили из того, чтобы меньше было такого правоохранительного нажима на бизнес. Потому что он и так несколько затравлит с точки зрения административных барьеров. Особенно в глубинке, когда на одном заводе по 100 проверок за год. Да, это же со всех сторон просто обложили. Это в основном малый бизнес. Вы знаете, мы-то идем из того, что, ребят, если какие-то есть мелкие экономические нарушения, то лучше идти через арбитражные суды, чтобы это как бы через гражданские судебные разбиратели шло. Но никак не по линии уголовного права. Ну, это уж совсем. Потому что там действительно крупные суммы, действительно мошенничество реально, преступления реально. Ну, это другое дело. Ну, я тут не могу не спросить вас об экономической амнистии. Этот вопрос муссируется давно и довольно-таки часто. Есть ли подвижки в этом вопросе? Амнистия, по сути, дело хорошее. Но она в наших условиях мало что дает. Мало что дает. Потому что при этом бизнес не верит. Главное, отладит механизм доверия между бизнесом и властью. Вот что самое важное. Поэтому мы ратуем за то, чтобы больше свободы было и меньше административных барьеров было. Если бизнес пришел, условно говоря, получить разрешение на строительство, он не должен годами ждать этого решения. Многие эксперты, например, отмечают, что в этом санкционном году у нас увеличился отток капитала за рубеж. Вот как бы вы это прокомментировали? А это вот вопрос к доверию. Опять мы возвращаемся с вами. Это вопрос к доверию. Значит, инвестиционная среда, обстановка такая, что предприниматель не верит в надежности, в сохранности своих ресурсов. И поэтому действительно отток до конца года может составить 100, а может быть чуть-чуть побольше миллиардов долларов США. Это значительный отток. Кстати, у нас отток, в том числе и частных физических лиц в банке Швейцарии. Ну, как пример, да? Снимаются из банков России и переводят туда, в банке Швейцарии. Вот за первые полугодия у нас порядка где-то на 40%, что ли, если не по памяти я помню, увеличился общий объем. Где-то составляет порядка 14 миллиардов долларов. В результате у нас уменьшаются валютные резервы страны. По данным различных социологических опросов, до сих пор большинство россиян уверено в том, что предпринимательство несет в себе негатив, как материальный, так и моральный. Что это? Сказываются лихие 90-е? К сожалению, наверное, в бизнес тоже виноват в том, что вот такие настроения еще, так сказать, есть у населения. Вообще во всем мире бизнес – это локомотив развития страны. Это налоги, это заработная плата людей, это устойчивая социальная жизнь, это пенсии, это фонды поддержки малоимущим гражданам, это благотворительные программы. Но это все, что связано с конкретным человеком. Вот представьте себе, в нынешних условиях конкретный человек открывает свое дело, берет кредиты. Вот какую человек ответственность берет? За то, чтобы что-то произвести и предложить населению, чтобы это население купило этот товар. Это же нужно взять реальную ответственность. Да, взять хотя бы открытие магазинчиков в каком-нибудь селе. Человек может попасть в тюрьму за то, что он, условно говоря, не возвратил кредит, так сказать, или долговую яму, естественно, на всю оставшуюся жизнь. И потерять доход для всей семьи. У него тоже дети, естественно, и семья. Поэтому, наверное, нам, я имею в виду бизнес, в Российском Союзе промышленных предпринимателей, нужно больше еще ввести некую разъяснительную работу, информационную работу. Надо больше примеров позитивных здесь давать. Кстати, ваше телевидение отличается тем, что у вас больше позитива. Но другие-то каналы, что творятся? Объективного позитива. Обычно полный негатив. Но 90-е, я вас уверяю, я сам 20 лет предпринимательстве, 99% это нормальные ребята все. Ну и давайте тогда напоследок, скажите, пожалуйста, какие прогнозы у вас, если все-таки с доверием вопрос решится, с программами, с государственным подходом, когда у нас все наладится? Относительно. Когда можно будет дышать спокойно? Столько зависит от разных обстоятельств и факторов. Сначала нужно, чтобы закончилась вот эта военно-политическая конфликтная ситуация в Украине. Когда политика перестанет вмешиваться в экономику. Это первое, да. Давлять на них. Я просто знаю настроение европейского бизнеса, американского бизнеса. Все ждут, когда бы отменились санкции. Потому что у всех огромный уже багаж на коплю новых и свежих программ для России. Я думаю, что когда санкции будут отменены, у нас будет огромный всплеск реализации инвестиционных программ. И будут очень сильные там просто экономики. Я думаю, что это не раньше 2016 года будет. Что ж, ждем 2016 года. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам. В студии большой страны я беседовала с Александром Мурачевым, исполнительным вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Заместитель председателя правления Инвестторгбанка Светлана Крошкина в новой программе «Бизнес и банки» телеканала «Про бизнес». Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Бизнес и банки». В студии ведущие Василий Богданов и Екатерина Волкова. Здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня Светлана Крошкина, заместитель председателя правления АКБ Инвестторгбанк. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Сегодня поговорим о том, что происходит на рынке депозитов. Ситуация меняется в стране. И инфляция, и какие-то другие ожидания, и другие сроки планирования у людей. Банкам, с одной стороны, деньги нужны, с другой стороны, под какую цену. Люди выбирают, под какой процент, то ли валюту купить, то ли депозит положить, то ли еще что, не знаю. Поговорим об этом по максимуму подробно. Сначала несколько слов про сам банк. Кто вы, что вы? Инвестиционный торговый банк – это банк топ-50, средний банк с частным капиталом, отличающийся тем на рынке, что ничем особенным не отличается. А так, наверное, и должно быть. Не госучастием, не какими-то особенными отклонениями от средней нормы. Это частный банк, наверное, известный только тем, что мы в последние годы росли достаточно быстро, быстрее среднего темпа по рынку, по банковской отрасли. И, наверное, может быть, мы еще отличались тем, что во времена кризисов мы росли чуть быстрее, чем другие, потому что нам хватало смелости избрать новые стратегии на этот короткий период. Поговорим сейчас, да. И, скажем, занять определенную долю рынка, заплатив за это, наверное, своими переживаниями, своими краткосрочными решениями, изменениями и тактиками в достижении цели. Сколько у вас отделений, клиентов, сотрудников? В банке сейчас порядка 160 тысяч клиентов физических лиц. В банке 94 точки продаж, как мы их называем. За этот год мы только в московском регионе открыли 15 новых точек. Тогда, когда все все-таки сворачивают. Это как раз про нашу отличие. Есть такая тенденция, да. И в банке 2700 сотрудников. Настоящий средний банк. Да? Универсальный, розница, корпорат, малый бизнес и достаточно сильный средний бизнес. А сколько лет банку? 20 лет нам юбилей. 20 лет. Прилично, прилично. А, кстати, поздравляем вас. Спасибо. Ну, давайте вернемся к теме разговора. Вот смотрите, еще раз повторю свою преамбулу вкратце. Я сам не знаю, что делать. Да, вот инфляция стремительная. Значит, наверное, нужно вкладываться в доллар, как я себе думаю. В то же время я вижу, что последние дни или там недели, месяцы, и банки тоже начинают отвечать на изменения. Ну как, повышают ставку по депозитам. Вот что сейчас происходит с вашей точки зрения, с населением, с банками? Да, вы знаете, друзья, вот последний год был обусловлен тем, что наше население, наши вкладчики, потенциальные вкладчики, и мы сами, те, кто работают в банковской сфере, это, в общем-то, большое и достаточное испытание. И каждый раз нам кажется, что ситуация уже на пределе, и вот это уже самая экстремальная ситуация. Но потом оказывается, что это все нормально еще было, и ситуация становится еще более экстремальной. Как кто-то сказал же из великих, да, мне показалось, что я достиг дна, в этот момент снизу постучали, да? И теперь получается какая ситуация, что мы все стали финансово грамотные. Вдруг такой скачок финансовой грамотности мы почувствовали у нашего населения, у наших клиентов, что они все очень хорошо теперь, каждый пенсионер знает слово капитализация, что они знают эффективная ставка, понятие. Ну это же хорошо. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это повышает требования к нашему персоналу. Мы должны консультировать на другом уровне. Мы обязаны предоставлять продукты, соответствующие требованиям. Если раньше клиент реагировал только на ставку, то теперь он хочет и ставку, и гибкость условий. И мы, скажем, с нашими клиентами, мы находимся в очень плотной связи. И наши сезонные предложения, традиционно сменяющие одно другое, оно, в общем-то, и есть отражение потребностей клиента. Так, 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 давайте сейчас остановимся. А что, с вашей точки зрения, клиенту сейчас важно? Все-таки проценты, надежность, какие-то рейтинги, страхование вкладов, ну там до 700 тысяч или что. Значит, или маркетинговые решения тоже каким-то образом работают? Знаете, мы очень часто на правлении банка или на наших общих совещаниях говорим о том, как ведет себя депозитный портфель, как ведут себя вкладчики, как они реагируют на наши предложения. И вы ввели для себя формулу, что динамика нашего депозитного портфеля – это функция со многими неизвестными, в которую входит и ценность нашего предложения, и, скажем, соотношение его к другим конкурентам, и, наверное, сберегательность, уровень сберегательности настроений нашего населения, и действия Центрального банка, и многое-многое другое. И каждая из этих переменных, она влияет, в общем-то, на ту ситуацию, которую мы получаем в итоге, на тот результат нашей работы. На сегодняшний день у клиента есть потребность не только сберечь свои средства, сберегать можно по-разному, можно в банковской ячейке положить уже в купюрно. Светлана, сейчас, подождите, дай я по-другому переформулирую, куда-то мы уходим, не понимая куда. Значит, еще раз, вы правильно сказали, сегодня потребитель становится более финансово грамотным. Более того, он научился пользоваться всевозможными калькуляторами, сайтами, сравнениями и прочими. Он начинает понимать, что означает место банка в рейтинге. Сквал вот этих отзывов лицензии тоже, знаете, как бодрит. И сегодня клиент очень хорошо умеет посмотреть, где какие проценты. И одним только высоким процентом его уже не возьмешь, потому что он смотрит, а какое место банк занимает, а не случится ли так, что я сегодня положу, а он потом разорится. Ну да, я получу свои в системе страхования вкладов, но это же все равно, это проблемы, это переживания, это все. Все-таки где найти золотую середину? Вот вы сидите, вы там, правление или что у вас, депозитный комитет, и вы думаете, вот наступает зима, какие продукты мы выведем, и у вас там два направления действия. Одно, как его назвать, там, снежный, там, зимний, там, елочный, новогодний, там, условно, и какие проценты мы дадим, и почему, и на какие сроки. Вот как это все? Вы знаете, все зависит, наверное, каждый банк этот вопрос решает. А вы-то как? Действует по-своему, в зависимости от тех сегментов клиентов, которые присутствуют в банке, кто является ключевым сегментом. Наши клиенты, вкладчики, это клиенты, которые в основной своей массе живут с нами давно, более трех лет. Они знают все наши сезонные предложения, они звонят в банк, спрашивают, а что у вас новенького, какие у вас подарки. Они нас стимулируют к тому, чтобы вводить сезонные предложения. Собирая, скажем, их запросы, и собирая пожелания с сети, мы коррелируем это с нашим казначейством, что мы можем предложить, и, скажем, наши задачи по бизнес-планированию, что у нас стоит в планах. И, соответственно, рождается. Ну, а как это физически выглядит? Вот звонит в колл-сеттер, там, пенсионерка, говорит, так, здравствуйте, скажите, у вас будут вообще там подарки, продуктовые наборы? Как это происходит? Знаете, люди, в основном, наши вкладчики, я говорю, наверное, больше про наш сегмент, это фетишисты. Ага. И кроме, в общем-то, интересных достаточно условий, не максимальной ставки, не максимальной ставки, кроме интересных условий гибких для вкладчиков, мы обычно дарим подарки. Они мягкие, уютные, те, которые можно принести домой, и ими функционально пользоваться. Смотрите, значит, правильно я понимаю, что в общем и целом отношения имеют место быть. Однозначно. Потому что, ну, разные банки по-разному себя позиционируют. Я знаю, есть один банк, не будем его называть, он говорит, наши клиенты – это вот люди из советского прошлого. Я не был никогда в этом банке, я могу себе представить, заходишь, там, знамена… В советском прошлом. Да, да. Там, бюст Владимировича Ленина, что там у них, я не знаю, что там, это, шпроты там, что, колбаса там, не знаю, и хлеб черный. Не знаю, что они делают. Ну, есть такое позиционирование. Но подарки бывают в виде банковских продуктов, в том числе каких-нибудь краткосрочных, действительно, не знаю, один месяц. То есть вы пытаетесь как-то установить все-таки человеческие связи? Контакт. Контакт однозначно. Чем… Ваши клиенты – женщины. Приятные такие, не обязательно. Мягкая игрушка, кому? Мальчикам машинки. Вы знаете, самое интересное, что даже крупные клиенты, крупные вкладчики не отказываются никогда от самых милых, но недорогих подарков и всегда их берут. А я с вами соглашусь. Вот на самом деле, особенно средние и малые банки, их же сила, конечно, не в доступе к ресурсам. Их сила возможность установить отношения. Кто-то это устанавливает, кто-то нет. И, в общем, да, если ты приходишь в банк, и ты знаешь операциониста, она знает тебя, и она тебе там, ой, а вот вам там, медвежонок. Собирайте ваш вклад. Да, да. По секрету. В ресторане что посоветуйте? Ничего не посоветуйте. Ну, если говорить про что, посоветую или нет, до 700 тысяч вклада гарантированного. Это уже мы все знаем. Все, кто занимается с приемом вкладов. Но наших клиентов в основном это не волнует и не бодрит. По крайней мере, за последний год мы не ощутили токов вкладчиков свыше 700 тысяч в массовом сегменте. А проценты? Вот все-таки вы чувствуете давление рынка, что нужно повышать ставки по депозитам? Вот, ну, как? Несомненно, мы живем не в пустом пространстве, мы живем в рынке, мы видим конкуренцию, мы видим так называемые маркетинговые ставки, тоже вынуждены реагировать на это. Идет некая соревновательность, кто-то повысил в рублях, ведущие банки, за ними подтянули средние. Ну, то есть это вынуждены, это навязанная игра. Это навязанная игра. Вы не можете в ней не участвовать. С одной стороны, да. Но мы, значит, чем ограничены в погоне за максимальной ставкой? Банк, в общем-то, знаменит тем, что мы достаточно серьезный для средних банков игрок в ипотечном рынке. Более того, мы каждый год проводим сделку секьюритизации. Но подождите, подождите, вы же не намекаете, что вы деньги, положенные на депозит, там, не знаю, на один-два года, запускаете на рынок ипотеки на 15-20-30 лет? Именно так. Так вы что? Я вам хочу сказать, что в банке не бывает ресурсов длиной в 30 лет, так как выдается ипотека. И, в общем-то, этот разрыв, он присутствует в каждом банке, кто выдает ипотеку. И он допустим. Более того, средний срок нашего вклада более года. Это не средство до востребования. А коэффициент пролонгации? Коэффициент пролонгации, ну, минимум у нас клиент лонгирует 2,5 раза. Не плохо? За исключением, это про базовую линейку, за исключением того, что сезонные вклады, они, конечно, одноразовые. То есть после него он обычно переходит на другое сезонное предложение. А в момент, когда достаточно большое количество банков закрылись, да, вот вы ощутили приток клиентов в ваш банк, да? Или они все пошли в сберк? Или как-то по-другому распорядился рынок, да, и были другие предложения, вот поймали кого-то из этой клиентской базы? Вы знаете, на одном из ведущих каналов прошла передача с рекомендацией ведущего срезать верхушку свыше 700 и переносить в другое место. Вот здесь в течение двух недель, особенно в офисах, расположенных в спальных районах, мы ощутили просто исполнение пожеланий этого ведущего. И сверхушку от 700 приносили к нам из другого банка, и наши срезали от насилия в другое. По-прежнему наше население очень верит в печатное слово и телевидению, и исполняет, в общем-то, рекомендации, данные. С точностью один к одному. Да, поэтому мы ответственны за наше население. Угу, угу. Смотрите, давайте тогда мы чуть поподробнее сейчас поговорим о том, как, собственно, найти вот эту золотую середину между тем, что рынок давит, с другой стороны у вас ипотека, то есть вы должны там, не знаю, под 12 взять, под, не знаю, 18 отдать. Вот, да? Качает голову Светлана. Вашими, говорит, ботустами, да? Или что? Вот, где взять эти деньги, как их привлечь и как, собственно, управлять этим процессом, да? Поговорим о второй части нашей программы. Дорогие друзья, встретимся через пару минут. Не переключайтесь. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Давайте продолжаем программу «Бизнес и банки» в студии Василия Богданова и Екатерина Волкова. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня Светлана Крошкина, заместитель председателя правления АКБ «Инвестторгбанк». Еще раз здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Продолжаем разговор. Значит, с одной стороны вы ограничены, ну или как, конкурентной средой. Рынок давит, задает какие-то планки, и ставки по депозитам все-таки растут. С другой стороны, вы ограничены, как вы говорите, нужно деньги выдать в ипотеку, там тоже нужно уменьшать процент, чтобы быть конкурентоспособен. Где вот эта вилка? Знаете, есть один хороший индикатор, который продемонстрировал нам прошлый кризис. На ставке 15 ипотека умирает. То есть она может быть продекларирована на сайте, ее могут предлагать банки, клиенты ее не берут. Поскольку она уитентный платеж, он очень сильно возрастает и становится обычно несоизмеримым с тем доходом, который получает семья или человек, который берет ее в одиночку. И мы сейчас находимся, в общем-то, еще в зоне досягаемости ипотеки. Ипотека жива, более того, она развивается. Ну это сколько, 14? Ну, пока декларируют, что средняя по рынку 12,5, 12,25, но, конечно, ставка значительно выше, если убрать госинститут таких, как АСЖК, банки частные, банки предлагают, скажем, ставку значительно выше, где-то в районе 13,5 в среднем по рынку. И эта ставка, она приемлема для клиентов. Более того, сейчас есть всплеск, уже третий, наверное, в этом году, некий всплеск, когда напуганной инфляцией люди берут ипотеку и покупают. А вот здесь парадокс, а здесь парадокс, потому что, если рубль обесценивается, то даже и под 15% можно взять, если ты рассчитываешь на то, что инфляция составит в год целых 20, так что у тебя бесплатный кредит, по большому счету. Хотя, да, инуитетные платежи – это, конечно, самая большая хитрость банка, наверное, да, как это, я сразу вспоминаю, что может быть круче ограбления банка? Только основание банка, да. Ну, ладно. Ну, если говорить о том, что, в чем выигрывают, это не только ставка, конечно, соизмеримая с инфляцией, поскольку есть накопленные средства, то в виде первоначального взноса, то, получается, половина кредита уже оплачена, и ставка может считать, что в два раза меньше, даже если она 15%. С верхней частью понятно. Тогда, получается, если рынок диктует вот эти вот 12,5%, ну, может быть, 13% ограничивать ставку по ипотеке, тогда под какие деньги можно, под какие проценты можно взять? Мы наблюдали в прошлой кризис, ставки доходили до 21%. Это, конечно, страшно. По депозитам? Да, по депозитам. Прошло всего 5 лет. Это не так давно было. А сейчас? Я очень надеюсь, что не превысит ставка по привлечению в ближайшие 8-9 месяцев ставку 12, эффективную, поскольку все-таки психологически, еще раз говорю, мы приблизимся тогда в ипотеке к ставке в 15. Банк не может выдавать ипотеку ровно по той стоимости, которая привлекает вклады. Процента 3 спреда нужно оставить, чтобы туда уместить все свои расходы и доходность банка. Просто ипотека – это ключевой индекс, наверное, в развитии не только спроса на жилье, это также строительная отрасль. Не надо забывать, что… Сейчас, сейчас, подождите, Светлана. Это вы уже говорите про какие-то задачи, которые ближе к государству, чем к банку. Вы – частный банк. Надо думать о прибыли в большей степени. Понятно, что строительство – это большой мультипликатор для многих отраслей. Но а не проще ли, например, заняться автокредитами? Там залог понятный, там проценты больше, там срок короче… Банки, занимающиеся автокредитами, очень сильно вздохнули, очень грустно, потому что рынок автокредитования – это рынок, можно сказать, автодилеров. Они очень страдают в этом году. Я вот ежедневно получаю смс-ки от разных компаний. И ночные продажи, и шоу, и заполцены, и прочее, прочее. Можно даже не открывать аналитику. Это говорит о том, что маркетологи, дилеров, они проводят всевозможные мероприятия для активизации продаж. Ну понятно, не тот рынок. Да, я понял. Если говорить о потребительском кредитовании, вы тоже прекрасно понимаете, как зажали этот рынок регуляторными мерами на сегодняшний момент. И мы понимаем, что видим, скажем, в ипотечном рынке среди конкурентов появилось очень много игроков, которые впервые вышли на этот рынок. Уйдя с потребительского кредитования в ипотечное кредитование. И конкуренция у нас здесь только повысилась. Поэтому ипотека – это, скажем, наверное, драйвер развития кредитования физических лиц. И, соответственно, это будет очень серьезно влиять и на строительный рынок, поскольку денежный поток от ипотеки – это, в общем-то, то, чем строители погашают кредиты юридического лица. И чуть хотел бы вернуться к маркетинговым инновациям. Смотрите, часто так бывает везде, во всех отраслях, и в той же самой автомобильной, да и в банках. Вот тебе пишут большими буквами в рекламе – ура, ура, ипотека там под 12% годовых. Приходишь туда – а нет, под 12% – это если вы внесете 70% в первый взнос, да на три года, до квартиры там из наших рук, от нашего дилера, застройщика. Больше заявку мы рассмотрим, еще за 5%. И то же самое с депозитами, да. Ура, 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 там 13,5% – о нет, это если на 20 лет вы положите 100 миллионов, там, да, и будете брать, и будете пополнять. Вот с вашей точки зрения, вы свою маркетинговую политику как строите? Знаете, Василий, когда вы приводили эти примеры, я вспомнила 2009 год, как раз вот те, в общем-то, серьезные времена, когда мы наблюдали, наверное, наибольший разгул и в ставках, и в предложениях. И один и тот же уважаемый банк предлагал в это время вклады 21%, а ипотеку под 20%. Да, да, красота. И на определенный конференц под 10%, и на конференции я сдала представитель этого банка вопрос, как вы так умудряетесь на разницу в 10%, в общем-то, еще жить неплохо, зарплату платить, налоги и прочее, прочее. Конечно, это маркетинг. Дело в том, что клиент, когда он уже пришел с деньгами в офис, достаточно проблематично ему снова с большой суммой выйти куда-то, передвигаясь на метро или даже на автомобиль, идти в другой банк, и зачастую он остается изучить. Все-таки работают эти механизмы. Работает. Как ни странно, работает. Вопрос в том, что клиенту, уже пришедшему в офис, нужно объяснить все правильно, чтобы у него не осталось ощущения, что он получил более высокую ставку, и когда по окончании своего склада он придет и пересчитает. У нас есть такие клиенты, которые приходят с калькулятором, высчитывают все до копейки, чтобы он получил ровно ту сумму, которую хотел. Хорошо, я как раз хотел к этому вопросу перейти. А поведение клиентов непосредственно в банке изменилось? Вот вы отмечаете это, я недавно читал статью, прямо это бич ритейлеров, особенно в области электроники, люди приходят со своими смартфонами, посмотрел, сфотографировал, тут же в интернете нашел этот же самый товар где-то еще, взял, развернулся, ушел или заказал в интернет-магазине. Вот сейчас в банковском бизнесе наблюдается такое поведение или пока еще нет? Вы знаете, есть, опять-таки, если говорить, мы сегментируем клиентов, и это четко разделяется по поведению. Есть продвинутые пользователи интернета, которые ищут себе самый выгодный товар, и для них, в общем-то, наслаждение, наверное, не в том, чтобы получить выгоду, а наслаждение в том, чтобы сам процесс найти, рассказать друзьям, гордиться тем, что нашел самое выгодное предложение. Мы, в общем-то, специализируемся на отношении к клиенту, на честности и на открытости, и на долгосрочности наших отношений, на обратной связи с ними. Я недавно была в брифинг-центре для банков, и там рассказывали удивительную совершенно историю, не технологичную, о том, что когда клиент заходит в банк и проходит через, как обычно, скандеры, операционист, который сидит в зале, у него уже полностью есть портрет этого клиента. Это считывание по лицам, еще по каким-то нюансам и так далее. И там четко совершенно даже выдается рекомендация по поводу того, как себя вести для того, чтобы успешно завершить тот или иной диалог и так далее. То есть является клиентом банка, не является, является популярным блогером, поэтому надо быть поаккуратнее, потому что иначе это все немедленно разойдется сейчас по всем сетевым ресурсам и так далее. Это бигдейт, это уже вот когда сканирование лица, мгновенное сравнение с большой базой данной, вот тебе выдают, что, скорее всего, это он, опа. Да, это к вопросу, кстати, о том, что это, ну, как бы, палка о двух концах. Точно так же клиент, который заходит и может немедленно найти продукт более дешевый в там соседнем банке или, ну, там, не знаю, в соседней двери, условно говоря, тут же и банк может понять, что, ага, ну вот. Это мой клиент, это не мой. Этот сейчас пойдет искать, да, где подешевле. Вот, кстати, вот такие технологии как? Вот вы же сейчас все большей степени говорили о существующих клиентах, а новые? Новые клиенты, скажем так, так же, наверное, мы ищем их в том же сегменте, мы не расширяем, да, вкладчики, конечно, это достаточно широкая клиентская база. То есть со сканированием по улице не ходите? Знаете, я вот при рассказе Екатерины попробовала себя поставить на место этого клиента, который вот так сканирует. А он, вряд ли, не знает. И мне бы не хотелось, чтобы я зашла там поменять тысячу долларов на евро, и чтобы обо мне все знали, и мне в кассе делали кросс-продажу, вот там, купите то-то, у вас же такой вклад там, вы там вот это сделаете. Мне было не очень, наверное, это приятно, поскольку, к примеру, крупные клиенты иногда хотят быть неузнанными. И у нас некоторые офисы, есть специальные подъезды, в общем-то, из переулков, где можно запарковать тихо машину, чтобы их не узнали, особенно это публичные лица, артисты. И не всегда человеку приятно быть узнанным, чтобы про него каждый операционист знал там размер его активов и прочее-прочее. И более того, важно все-таки человеческое отношение, а не отношение ценности тебя именно для этого банка. Ну, мне кажется, здесь, во всяком случае, клиенты об этом не знают. Это настолько вот прям эти умные окна и чего там только нет сейчас, действительно технологически. Но это позволяет, скорее, это работа для привлечения новых клиентов, потому что если клиент является, ну, в смысле, если человек уже является клиентом банка, тогда тут совершенно там другой сценарий, какой придумаешь. Да, и понятно, что всегда остается вот эта задняя дверь, и там, вип-обслуживание, может быть, этот пакет сервисов становится немножечко другим, каким-то образом трансформируется. Но если это новый человек заходит для банка, как сделать так, чтобы он не ушел? Да, и здесь вот, ну, как бы, умные системы, они дают ряд рекомендаций на эту тему, причем, ну, при этом, ну, никоим образом, наверное… Присматривайтесь к таким решениям. Знаете, мы, наверное, я за все-таки человечность в отношениях. Знаете, мы за последние пять лет наблюдаем очень интересную тенденцию, мы выращиваем своих клиентов. Причем это как в депозитах, так и в кредитах. Мы прослеживаем, если клиент взял миллион рублей, через год погасил, взял три, через год пришел еще остатки, загасил и взял пять. И мы понимаем, как он этими средствами, этими кредитами развивает свой бизнес, как он улучшает свои жилищные условия, так же и вкладчиков. Но ценность в том, что, скажем, история наших взаимоотношений, она записана в аналы его семьи. И он свою семью приведет и своих друзей нас порекомендует. Вообще, я думал, что эта история уже в будущем не будет развиваться, семейный банк, но похоже, что еще есть, а может быть, даже в этом будет второе дыхание. Пожелаем вам в этом успехов и попрощаемся. Дорогие друзья, на этом наша программа «Бизнес и банки» подошла к концу. В гостях у нас была Светлана Крошкина, а вели программу Василий Богданов и Екатерина Волкова. До свидания. До свидания. До свидания. Естественный процесс при сильной девальвации рубля, полагает Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие». Вместе с тем, часть клиентов, в принципе, выводит средства из банков. Отчасти это объясняется опасениями о возможном введении валютного контроля. Конец цитаты. В связи с общей экономической ситуацией в России рынок вкладов в этом году действительно растет медленно, признает Андрей Гончаров, председатель правления Первобанка. Но, несмотря на все колебания финансового рынка, банковский депозит остается самым консервативным, стабильным и гарантированным инструментом сбережения денег и получения дохода для частных лиц. Однако сегодня вкладчики более тщательно стали подходить к выбору банка, которому они доверяют свои сбережения. Конец цитаты. Полностью материалы онлайн-конференции «Код Банкинга-2015» опубликованы на портале банкир.ру. Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Максим Аркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам о ценовой динамике евро-доллара. Евро-доллар с начала ноября начал формировать восходящее движение, по всей вероятности нащупав дно от предыдущего снижения в районе двухлетнего минимума 1,2358. В этот период валюта четко демонстрировала устойчивую восходящую динамику. Однако причинами для разворота и подъема пары стали не только технические факторы, имея в виду перепроданность единой валюты. Свою роль сыграли и последние отчеты из еврозоны, которые подтвердили, что в третьем квартале объем ВВП остался в плюсовой зоне, сигнализируя хоть и о слабом, но все-таки экономическом росте региона, вместо угрозы скатывания в техническую рецессию. Кроме того, Центр европейских экономических исследований, Институт ЗЭФ, подтвердил резкий скачок экономических настроений в Германии, что также может говорить о том, что худшее для экспортно-ориентированной и ведущей стороны региона уже позади. Тем не менее, в течение прошедшей недели евро-доллар демонстрировал неоднозначную и довольно волатильную динамику. В первой половине периода пара попыталась развить восходящую коррекцию и практически достигла ключевой уровень сопротивления 1.26. Однако слабые данные по индексам деловой активности в промышленном секторе Германии и еврозоны в целом, а также комментарии Марио Драги, сделанные им в пятницу, вынудили единую валюту вернуть все заработанное за неделю, снизившись к отметке 1.23.75. Вместе с тем, тот факт, что и евро, и фунт, и другие валюты недолларового блока, несмотря на провальные падения в пятницу, все еще остаются в ценовой зоне выше ноябрьского минимума, наводят на мысли о том, что силы быков по доллару на исходе. Это же подтверждает и техническая картина происходящего. Бычья дивергенция на дневном и четырехчасовом таймфреймах, показания технических индикаторов, а также волновая структура ценового движения пары предупреждают об ограниченности снижения и скором коррекционном откате валюты от ее предыдущего падения. В этих условиях, в нашем прогнозе на следующую неделю, предполагаем завершение курса единой европейской валюты ориентировочно в ценовой зоне 1.2358-1.2329. Далее ожидаем разворот и возобновление коррекционного подъема пары к целевым уровням 1.2455-1.25-1.2550-1.26 и, возможно, выше к ценовому уровню 1.2624. Не исключаем также вариант, при котором продавцам единой валюты удастся преодолеть сопротивление покупателей по нижней границе ценовой зоны 1.2329. Если это произойдет, снижение пары может продолжиться к ценовому уровню 1.2215, от которого евро-доллар начнет формирование восходящей коррекции к вышеназванным целевым уровням. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. Об инструментах бизнес-аналитики пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, руководитель правления бизнес-аналитических систем компании «Программбанк» Сергей Рязанцев. Он отмечает, что под DataMeaning сегодня понимается извлечение знаний из данных в процессе KDD, то есть Knowledge Discovery in Data – Database. Согласно экспертной оценке, DataMeaning является элементом-этапом KDD, процесса которой, кроме этого, предполагает наличие этапов извлечения, очистки и трансформации данных. Набор методов и подходов для создания информационных статистических моделей, обеспечивающих не просто расчеты неких показателей и формирование отчетности, а выявляющих нетривиальные закономерности и предлагающих варианты решений, на сегодняшний день принято связывать с понятием DataMeaning. Если говорить о практическом аспекте применения такого рода систем для банков, отмечает эксперт, то они могут успешно использоваться для решения задач классификации при массовом кредитовании, а также для задач сегментации, кластеризации клиентской базы с целью повышения эффективности маркетинга банковских продуктов и услуг. Конец цитаты. Полностью колонку Сергея Рязанцева читайте в Клубе экспертов на портале банкир.ру. Об IT-технологиях как структурном элементе банкинга в интервью банкир.ру рассказал вице-президент по IT-CIO финансовой группы Life Алексей Пирогов. По его оценке, сегодня затраты на IT и телекоммуникации – самая крупная статья расходов в банке. Поэтому необходима процедура разработки IT-стратегии и четкой системы оценки эффективности затрат на IT. Один из наиболее прямых способов сделать это – внешний консалтинг и аудит, считает Алексей Пирогов. Что же касается оптимизации самой банковской деятельности, отметил эксперт, то, разумеется, смысл любого IT-обновления или, как минимум, его приоритетная задача – дать возможность такой оптимизации. Конец цитаты. Полностью интервью с Алексеем Пироговым читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру. В ноябре пройдет совместная онлайн-конференция Ассоциаций региональных банков России, Национальной ассоциаций кредитных брокеров и финансовых консультантов агентства «Банкир.ру», журнала «Банки и деловой мир», портала «Финарти.ру». Онлайн-конференция будет посвящена банковским стратегиям. В ней примут участие исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Ассоциаций региональных банков России Александр Мурычев, президент Ассоциации региональных банков России депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков, главный редактор журнала «БДМ. Банки и деловой мир» Людмила Коваленко, президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, директор Института краткосрочных программ Финансового университета при правительстве России Диана Маштакеева. Задать свой вопрос участникам онлайн-конференции «Банковские стратегии. Новые векторы» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, асрос.ру. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах береки.ру, 123сервис.ру, финарти.ру. На сайтах Ассоциации региональных банков в России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, Компании кредитный и финансовый консультант и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.